Звезды Что нам хотелось бы узнать о них Это почему они светят Всего лишь 100 лет назад На этот вопрос никто не мог ответить Сегодня мы знаем это Абсолютно точно Давайте посмотрим, как на этот вопрос Отвечали люди в течение Прошедших лет Попытки, разумеется, предпринимались Уже давно, но ясности В этом вопросе долгое время не было Звезды светят и греют То есть теряют энергию Отдают ее окружающее пространство Значит, должна быть какая-то причина Которая поддерживает Тепло звезды Давайте проверим, какой эта причина Могла бы быть Первые мысли об источнике энергии звезд Разумеется, вращались вокруг Известных процессов, химических Костер Это тот источник, который Люди освоили давно И, разумеется, попытались Эту же идею приспособить К излучению звезд Давайте проверим Если бы наше Солнце Было сделано из каких-то углеводородов Все равно каких Уголь, нефть, газ Теплотворная способность Всех углеводородов Приблизительно одинаковая Около 20 миллионов джоулей На 1 килограмм Сожженного в кислороде вещества Как долго Солнце могло бы Работать на таком источнике энергии Проверяем Массу Солнца мы знаем Обратите внимание на этот значок У астрономов он указывает на то Что данная величина Относится к Солнцу Масса Солнца Светимость Солнца То есть мощность его энерговыделения В граммах и в килограммах Ну я думаю вам в килограммах удобнее Старые астрономы и физики Оперировали в граммах Это масса Солнца Это мощность его энерговыделения 4 на 10,26 ватт Теплотворную способность Углеводородного топлива Мы знаем Умножаем массу На теплотворную способность То есть сжигаем все Солнце В кислороде Солнце у нас сделано из угля Или нефти Мы договорились Сжигаем в кислороде Полностью Солнце Делим на мощность излучения Получаем длительность Этого процесса Понятно А это что такое А это чтобы не в секундах получать Ватт это у нас Это джоули в секунду Чтобы не в секундах А в годах Я разделил на количество секунд В одном годе Получаем 3000 лет То есть если бы Солнце было сделано Из угля Или из нефти Или из бензина Хоть 98-го Любого То сгорая В кислородной атмосфере Оно бы Обеспечивало нас теплом 3000 лет Ясно было Даже нашим предшественникам Что этого маловато Пирамидам Хеопса Гораздо больше История человечества Насчитывает письменная история По крайней мере 4,5-5 тысячелетий То есть даже в библейские сроки Это не укладывается Значит надо было искать Другой источник энергии И длительное время он не находился Наконец в середине 19-го века Физики поняли одну В общем-то простую вещь Гравитация Мощнейший источник энергии Во Вселенной Это гравитация Сегодня мы еще не раз В этом убедимся Давайте посмотрим Как можно Себе это представить Как работает гравитация Ну вот кто имел дело С гиревыми часами Знает Потянул за цепочку Гирька поднялась А потом в течение Нескольких дней Гирька опускается Обеспечивая энергии Часовой механизм Запас энергии Очень легко вычисляется Массу гирьки мы знаем Умножив ее на Ускорение свободного падения Узнаем вес То есть силу С которой она тянет цепочку И умножив на перемещение Сила на перемещение Дает нам работу Или энергию Итак запас Энергии гирьки В гравитационном поле Земли Жм на аж Ну жм мы знаем Это ускорение Свободного падения Масса Земли Радиус Земли Теперь представим себе Что весь земной шар Сделан из гирек И они падают На поверхность Земли Понятно что Масса превращается В массу Земли А расстояние падения В радиус Земли И тогда подставив это сюда Мы получаем полный запас Гравитационной энергии Который Либо выделяется Когда мы все части Земли Издалека Приносим на поверхность планеты Либо наоборот Нам надо затратить Эту энергию Чтобы Разобрав Землю на части Удалить их друг от друга Как говорят физики На бесконечность Ну то есть достаточно далеко Чтобы они уже не взаимодействовали Гравитационно И это есть энергия связи Энергия связи Гравитирующего тела Энергию Надо либо вложить И разрушить тело Либо дать ему Собраться И тогда она выделится Ну у всех в памяти Челябинский метеорит Все видели Как велика энергия тела Падающего на поверхность Земли Так вот Любой кусочек Вещества Падающий на планету Выделяет такую энергию А сама планета Собираясь в космосе Из отдельных частей Выделяет вот такую энергию Физики поняли это В середине 19 века Им пришло в голову Что это же гениально Это очень мощный источник энергии Давайте подумаем А не может ли Солнце За счет этого источника Поддерживать свое свечение Поддерживать свою высокую температуру А где то вещество Которое падает на Солнце Сначала это вещество Искали в стороне Вне Солнца Оно обнаружилось В тропических странах Сразу после захода Солнца Люди видят такой светящийся конус Либо утром перед восходом Солнца Астрономы давно уже знают Что это такое Это метеориты Астероиды Пыль межзвездная Которая летает в Солнечной системе И в плоскости орбит планет В плоскости земной орбиты Движется вокруг Солнца Солнце где то здесь И рассеивает солнечный свет Первой мыслью было Что вот это вещество Постоянно падает на поверхность Нашего Солнца С большой скоростью Кстати если мы отпустим Издалека частицу вещества То падая на Солнце Она разгонится до скорости 620 км в секунду Фантастическая энергия И естественно она выделяется Когда тело ударяется О поверхность Солнца Либо углубляется В его атмосферу Сначала эта идея Пришла в голову А потом стало понятно Что в общем-то не нужно Ничего ронять На поверхность Солнца Солнце само Масса Дайте ему возможность Понемножку сжиматься То есть Внешним его слоям Падать на внутренние И это уже будет Приводить к выделению энергии Вот в середине 19 века Три великих физика Ну Майер был не совсем физик Немножко доктор Но тоже великий А Гельмгольц и Лорд Кельвин Были чистой воды Физиками Они поняли Что при сжатии При медленном сжатии Солнца Будет выделяться Его гравитационная энергия И посчитали Насколько же ее хватит Поделив Гравитационную энергию Солнца На светимость Солнца Получили колоссальную цифру Вы помните При химическом горении Мы 3000 лет Получили А при выделении Гравитационной энергии При медленном сжатии Солнца 30 миллионов лет Это вдохновило Ученых того времени И вопрос был закрыт 30 миллионов лет Очень много И геологи тогда еще Не знали истинного возраста Нашей земли И все говорили Что 30 миллионов лет Это с избытком Хватит на всю эволюцию И Солнца И Земли И всего животного мира Пока Не наступил 20 век Не была открыта Это радиоактивность И появился Точный способ Измерения Возраста минералов В любом минерале Есть радиоактивные вещества Они распадаются И по соотношению Продуктов распада И исходного вещества Например урана Тория Можно довольно точно Определить возраст Земных пород И он оказался Не миллионы А миллиарды лет Когда выяснилось Что нашей планете Миллиарды лет Эта цифра Стала слишком мала И вновь возникла Причина Думать Об источнике Энергии Солнца Ну и всех прочих Звезд Разумеется К счастью Тогда же Когда была открыта Радиоактивность Люди многое Узнали О строении Вещества Стала понятна Суть Таблицы Менделеева Стало понятно Почему химические Элементы Именно так Созданы В природе И возникла Мысль О том Что из легких Элементов Можно собирать Все более и более Тяжелые Что есть Элементарные Кирпичики Вещества Сначала Протоны Были открыты Из которых Можно собирать Водород Когда это Один протон Гелий Когда четыре Тяжелых частицы И так далее Физики Поняли Что это Гораздо Более мощный Источник энергии Сборка Из легких Элементов Более тяжелых Чем Чем даже Гравитация Но надо было Как-то этот процесс Описать Понять Как он Механику Его Поначалу Были трудности Что значит Из легких Элементов Собрать более Тяжелые Ну например У нас есть Ядра Водорода Два протона Нам надо Их сблизить Чтобы они Слиплись За счет Действия Сильного Ядерного Взаимодействия Однако Это самое Сильное Ядерное Взаимодействие Работает Только на Очень коротких Дистанциях 10-13 Сантиметр Вот если Нам удается Сблизить Две частицы Два протона Или протон Нейтрон Тогда Сильное Ядерное Взаимодействие Захватывает И связывает В ядро Нового Химического Элемента Но как Сблизить Два протона Ведь они Оба положительно Заряжены Электричеством Они будут Отталкиваться Друг от друга Значит Надо их Разогнать Как следует Когда одна Частица Приближается К другой Ее взаимодействие Приводит К тому Что потенциальная Энергия Отталкивания Повышается 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 Ну грубо говоря Пружина Электростатическая Сжимается Сжимается Частицы Отталкиваются Все сильнее Сильнее И если мы Преодолеем Этот порог Тогда начнут Действовать Ядерные силы Схватят Эти частицы И как говорят Физики Они провалятся В потенциальную Яму Что нужно Чтобы преодолеть Этот порог В рамках Классической Физики Нужно Разогнать Частицу Почти до Скорости Света Либо нагреть До очень высокой Температуры Этот газ Чтобы двигаясь Интенсивно Частицы Приближались Одна к другой До какой же Температуры Надо было Нагреть Расчеты Показали Что До миллиардов Градусов Но с другой Стороны Расчеты Астрономов Показывали Что в ядрах Даже в центре Звезд Нет таких Температур В миллиарды Градусов Возник Возник Некий Кризис Мы уже чувствуем Что источник Энергии Найден Но не понимаем Как он работает В этот момент В Кембриджском Университете Обсуждалась Эта проблема Почему В ядрах Звезд Все-таки Протекают Эти самые Ядерные Реакции Если там Так холодно И великий Английский Физик Резерфорд Эдингтон Сказал Тогда Противникам Этой идеи Я чувствую Что она верна А ему отвечали Ну ведь В звездах Слишком низкая Температура Чтобы частицы Могли подпрыгнуть Так сказать Преодолеть Этот барьер Но тогда Говорил он Своим оппонентам Пойдите Поищите местечко Погорячее Имея ввиду Посылал их К черту В ад Интуиция Ему подсказывала Что этот процесс Должен идти Хотя он Не понимал Как И первым Понял Как этот процесс Происходит Наш российский Санкт-Петербургский Молодой По-моему Ему 22 Или 23 Года Было Физик Джордж А Но тогда Он был Георгий Гамов Потом Он эмигрировал В штаты Стал Джорджем Гамовым Великий Физик Который Понял Что частицы По законам Новой Квантовой Механики Не обязательно Перепрыгивать Барьер Что в некоторых случаях Частица может пройти Под барьером Учитывая Что квантовая Механика Размазывает Положение Частицы В пространстве И оказавшись По одну сторону Барьера Частица может В этот же момент Оказаться И по другую Его сторону Не преодолевая Эту потенциальную Высокую Потенциальную Горку Ну вот так Себе можно Это представить Под барьерный Переход Не обязательно Прыгать Через планку Можно Пробежать Под ней Действительно Квантовая Механика Позволяет Это сделать Даже если Перед вами Каменная Стена Ну Макроскопическому Объекту Это невозможно Совершить А микроскопический Протон Например Может Хотя Для этого Требуется Определенное Время Но вероятность Этого Существует Она не равна Нулю Появилась Возможность Объяснить Термоядерные Реакции Ну Ядерные Понятно А термо Потому что Они в горячем Газе Происходят Не в ускорителях Частиц Их не разгоняет Никто А просто Нагревают Газ В нагретом Газе Идут Ядерные Реакции Поэтому Их называют Термоядерные Итак Давайте Проследим Самую Простую И самую Популярную В недрах Звезд Цепочку Ядерных Превращений Летят Два Протона Сближаются Если они Сблизились На достаточно Малое Расстояние То может Произойти И происходит Иногда Превращение Одного Из протонов В другую Частицу В нейтрон Эти частицы Близки По своим Свойствам Их Называют Наклонами И отличаются Они Не очень Сильно Друг от Друга Однако Нужно Соблюсти Законы Сохранения Физические Если Протон Был Заряжен А нейтрон Нейтральная Частица Значит Положительный Заряд Нужно Сбросить Отдать Какой-то Другой Частице Рождается Маленький Положительно Заряженный Кусочек Частица Под названием Позитрон Это Античастица Электрона У нее все Те же Свойства Что у Электрона Только Положительный Заряд Но она Не может Родиться В одиночку У нее Есть Некоторые Свойства Которые Тоже Должны Сохраняться Чтобы Они Сохранились Должна Родиться Еще Одна Частица Нейтрина Вот Пара Этих Частиц Электрон И нейтрина Рождаются И Протон Превращается В нейтрон И этот Коллектив Протон С нейтроном Связываются Сильным Ядерным Взаимодействием Вот Эта Реакция Написана Два Протона Встретились Получилось Ядро Тяжелого Водорода Заряд Плюс Один А масса Два Дейтерии Ну и Были Выброшены Как Излишек Остаток Этой Реакции Позитрон И Нейтрина Вот Вот что Получилось Живет Эта частица А к ней Подлетает Случайно Следующий Протон И они Тоже Могут При Определенной Скорости Протона При Сближении Достаточно Тесном Могут Связаться Без Всяких Новых Частиц В ядро Следующего Химического Элемента Два Протона И нейтрон Заряд Двойка То есть В таблице Менделеева Это уже Следующая Клеточка Гелий Правда Необычный Гелий Распространенный Изотоп Гелия Гелий Четыре Два Протона Два Нейтрона А пока У нас Легкий Изотоп Гелия Получился Два Протона Один Нейтрон Энергия Связи То есть Энергия Слипания Выбрасывается В виде Электромагнитного Кванта Вот Буквочка Гамма Это Обозначение Электромагнитного Кванта Он уносит Избыток Энергии Что происходит Дальше Летят Эти самые Ядра Гелия Три И случайно Встречают Друг друга Они тоже Могут Слипнуться И превратиться В ядро Гелия Четыре Два Протона Два Нейтрона Но протонов Тут избыток Их четыре Значит Два протона Выбрасываются Получается Очень Сильно Связанное Ядро Гелия Четыре Его еще называют Альфа-частицы По старой Физической Номенклатуре Получилось Ядро Гелия Четыре А два протона Ушли Свободный полет Унеся Избыток Энергии Вот такая Цепочка Из ядер Водорода Мы получили Ядро Гелия И каждый раз При этом Либо Реальные частицы Либо Кванто-электромагнитного Излучения Уносили Энергию Связи Уносили Избыток Энергии Который Выделяется При слепании Тяжелых частиц В новое ядро И это очень Большая энергия Это и есть Энергия Термоядерного Синтеза Можете Проследить Эти этапы Превращения Водорода В гелий Звезды Состоят В основном Из водорода Когда они Рождаются У них Мы уже говорили С вами 90% Массы Это водород Это то топливо Которое В дальнейшем Претерпевает Термоядерные Превращения И на первом этапе На самом простом этапе Превращается В гелий Конечно Эти процессы Происходят Там где Газ Плотнее всего Сжат И сильнее Всего Нагрят Где В самых Недрах В ядре Звезды Чем ниже Чем глубже В звезде Тем больше Плотность Вещества И тем выше Его температура Поэтому там Эти реакции В первую очередь И происходят Вообще говоря Возможны и другие Реакции Я думаю Химикам Это будет интересно Возможны Каталитические Термоядерные Реакции Вот Типичный Цикл Каталитической Реакции Кроме водорода В недрах Звезд Есть и другие Химические Элементы Хотя и немного Например Углерод Представьте себе Такую цепочку К ядру углерода Подлетает Протон Ну то есть Ядро водорода Связывается с ним Получается Ядро Следующего Элемента Азота Затем Азот Выбрасывает Лишние частицы Там распад Происходит Снова углерод Но уже С другим Номером Тут был нормальный Двенадцатый Это тяжелый Изотоп углерода Тринадцатый Затем еще одно Ядро водорода Получается Снова азот Но более тяжелый Четырнадцатый Затем еще один Водородик Туда прилипает Затем распад Происходит И в конце концов Снова получается Ядро углерода Из тяжелого азота Но оно Отщепляет Из себя Выбрасывает Вот этот комплекс Из четырех Тяжелых частиц Ядро гелия То есть что мы получили На входе был Углерод Двенадцать На выходе Углерод Двенадцать Он не Израсходовался А четыре Ядра водорода Превратились В одно Ядро гелия Ну и Побочные частицы Конечно Тоже уносящие энергию Каждый раз Выбрасывались Нейтрино Позитрон И гамма-кванты Это каталитическая реакция Вот эти вещества Не расходуются А водород Превращается в гелий Это тоже возможно Но при более высоких температурах И в недрах звезд Это тоже происходит Затем Этот процесс Может идти К более тяжелым элементам Например Два ядра гелия Объединились Конечно Им труднее Объединиться Чем Водородом Двум Ведь у них заряд Плюс два Плюс два Четыре Одинаково заряженных частиц И надо сблизить А это только при более высоких температурах Происходит Получился бериллий Он правда очень неустойчивый Но если он не успел распасться А к нему подлетел еще один гелий То получилось очень хорошее Надежное Такое крепко связанное ядро Углерода А если к нему еще один гелий Подлетел То кислород И так далее Пошли по клеточкам Таблицы Менделеева Но каждый раз Нам к более Все более и более заряженному Электрически заряженному комплексу Надо приближать эти частицы А это возможно только при все более и более высоких температурах Чтобы скорость была большая Преодолевая кулоновский барьер Электростатического отталкивания Они в конце концов сближаются Вот здесь показаны этапы Горения Мы это по традиции называем горением термоядерным Хотя, конечно, это не тот процесс Горение, к которому мы привыкли в быту В кислороде Это термоядерная реакция Но астрономы, астрофизики говорят Горение водорода в недрах звезд Оно требует температур в несколько десятков миллионов кельвинов Скажем, в недрах нашего Солнца 15 миллионов градусов кельвинов И там эта реакция идет Когда звезда стареет Или у нее масса больше Температура может стать выше Начинается горение гелия Он превращается в углерод в кислород В свою очередь углерод может превращаться В более тяжелые элементы и так далее И так далее И так далее Вплоть до железа Но, как видите, температуры уже нужны Все более и более высокие В миллиарды градусов Они действительно возникают в недрах Очень массивных звезд Так что этот процесс Объясняет нам Формирование тяжелых элементов Из более легких И его очень высокое энерговыделение Ну, все знают, что такое водородная бомба Какая мощность взрыва Вот это та же реакция Оно обеспечивает горение звезд В течение миллиардов лет Дальше За железо Просто так этот процесс пойти не может Железо в каком-то смысле Окончательный продукт Термоядерных реакций По крайней мере Спокойных термоядерных реакций Это как пепел Как зола Которую сжечь уже Просто так невозможно Но есть взрывные процессы Я вам их покажу Которые могут ядра железа Толкнуть в следующие клеточки Таблицы Менделеева То есть сделать из них Более тяжелые элементы Свинец, ураны и так далее Еще раз посмотрим на эту Замечательную реакцию Как из четырех протонов Получается ядро гелия Это очень важно Это было понято Менее ста лет тому назад Примерно в 1930-35 годах И с тех пор мы Думаем Что знаем Почему светят звезды Но надо было убедиться В том, что это так Хорошо на бумаге А на самом деле Вернусь сюда Эта реакция должна происходить В недрах звезд А как убедиться, что она там происходит Попробуйте заглянуть В недра Солнца Не так-то это легко Что мы имеем Какие продукты этой реакции Мы могли бы Надеяться увидеть Нейтрино Позитрон Гамма-квант Жесткий электромагнитный квант Начнем с него Электромагнитный квант В недрах звезды В недрах Солнца Проходит расстояние Примерно в сантиметр И тут же поглощается В плотной плазме Солнечных недр Никаких шансов Что из центра Солнца Вылетит Электромагнитный квант И долетит до нашего телескопа У нас нет Более того Они так долго оттуда выбираются Очень сложным путем Поглощаясь Излучаясь Излучаясь Поглощаясь Меняя направление Что в течение миллиона лет Из недр Солнца Выбирается гамма-квант То излучение Которое мы сегодня получаем От Солнца Родилось в его недрах Миллион лет назад Такое оно Непрозрачное Гамма-кванты Не подходит Позитрон Может он Преодолеть Всю толщину Солнца Выпрыгнуть оттуда И долететь До нашего телескопа До наших приборов На Земле Нет конечно Позитрон Это античастица электрона Она не успев родиться Тут же встречает Электрон А их там в плазме Очень много И аннигилирует с ним Превращается в те же Гамма-кванты На что же у нас Остается надежда А вот на что На нейтрино Вы наверняка Про эту частицу слышали Это удивительная частица Для нее нет преград В космосе Если бы Солнце Да что там Солнце Если бы все пространство Между Солнцем и Землей Было заполнено Железной плитой Какой-нибудь То и тогда Нейтрино Не заметило бы Эту преграду А спокойно Пролетело бы И достигло Земли Рождаясь в недрах Солнца Через 8 минут Полета со скоростью света Приблизительно Нейтрино Должно Долетать до Земли Это было понято давно И появилась Теоретическая возможность Наблюдать Термоядерные реакции Регистрируя Рождающиеся в них Нейтрино Первым человеком Который взялся За решение Этой проблемы Был Замечательный Американский Физик Раймонд Дэвис И в середине 60-х Он создал Первый Детектор Нейтрино Это гигантская цистерна Объемом в тысячи тонн В тысячи кубометров Около 400 тысяч литров И заполнил он ее веществом Которое содержит большое количество Атомов хлора С2-хлор-4 Это раньше называли Перхлоретан Сейчас вот Тетрахлоротилен Те, кто в химчистку носил одежду Ощущали там резкий запах Такой неприятный Вот этой жидкостью Как раз в химчистках Чистят одежду Страшный растворитель Но для физиков Это вещество Очень Любимое Потому что Именно оно Может С малой вероятностью Но все-таки может Поглощать Частицы нейтрина Поместив эту Огромную бочку С тетрахлоротиленом Под землю Дэвис надеялся Зарегистрировать нейтрино А почему под землю? Дело в том Что он хотел Отсечь все остальные виды Космического излучения На глубине Примерно Одного километра Ну он на полутора километровую Глубину Поместил эту бочку Все космические частицы Уже застревают В земной коре Не проникают глубже Кроме нейтрина Для нейтрина Земной шар прозрачный Солнце прозрачное И бочка эта прозрачная Но все-таки Есть мизерная вероятность Того Что некоторые нейтрина Там прореагируют С атомами хлора Насколько велик Поток нейтрина Идущих от солнца Вы можете это ощутить Вот возьмите Сейчас дотронитесь Пальцем до кончика Своего носа Вот то маленькое место Примерно Один квадратный сантиметр Который покрывает Палец На кончике Вашего носа Через этот квадратный Сантиметр Каждую секунду Пролетает Несколько миллионов Нейтрина Идущих от солнца Вы их не ощущаете И тем не менее Дэвису удалось Зарегистрировать Нейтрина С помощью своего Громоздкого прибора Примерно Два Три Иногда Четыре Атома Хлора Испытывали Превращение В неделю За счет Прилетающих Нейтрина И превращались В радиоактивный Изотоп аргона Из этого Гигантского объема Надо было выделить Несколько Атомов Это Тончайший Эксперимент Был И Дэвису Это удалось И в течение Нескольких лет Он регистрировал Поток Поток Нейтрина Он не знал Откуда эти Нейтрины Но они Явно Пролетали Через его Бочку Во-первых Надо было Понять От солнца Ли они летят А во-вторых В нужном Ли количестве Понять Откуда Они летят Удалось Японским физикам Они соорудили Детектор Иного типа Который Регистрировал Не только Сам факт Прилета Нейтрина Но и откуда Они прилетают Для этого Они соорудили Под землей Тоже на километровой Глубине Еще Значительно Большего Размера Резервуар Заполнили Его чистейшей Водой Размеры Этого Резервуара Вы можете Оценить Вот глядя На этот Предмет Это надувная Лодочка И там Три японских Физика Сидят Понимаете Какого объема Этот резервуар Все его стенки Покрыты Электронно-оптическими Преобразователями Очень Чувствительными Приборами Способными Регистрировать Каждый квант Цвета Когда Начинается Работа Конечно Свет Там Тушит Абсолютная Темнота Все это Заполняется Водой Когда Нейтрины Летят И Проходят Сквозь этот Резервуар Они иногда Рассеиваются На электронах Ну то есть Толкают Электроны Электрон Начинает Двигаться С большой Скоростью В воде И при этом Возникает Вспышка Вспышка Так называемого Черенковского Излучения Любая заряженная Частица Двигаясь С большой Скоростью Со скоростью Больше Скорости Света В данной Среде В воде Например Она вызывает Короткую Вспышку Света Эти Электронные Преобразователи Электронно-оптические Регистрируют Вспышку Света И понимают Откуда Она пришла По какой Траектории Летел Электрон А значит Откуда Пришло Нейтрино Вот Накопив Большую Статистику За полтора Года Наблюдений Японские Физики Впервые Показали Нам Портрет Солнца В нейтрино То есть Это не Кванты Света А нейтрино Идущие От солнца Вот портрет Солнца Он Чрезвычайно Грубый Но мы Понимаем Что это Действительно Направление На солнце И впервые Было доказано Что именно От солнца Приходит На землю Нейтрино Значит Именно В недрах Солнца Они рождаются И там Действительно Происходят Термоядерные Реакции Это было Здорово Но оказалось Что их Мало Примерно В три раза Меньше Был поток Нейтрино Зарегистрирован Чем Теоретически Предсказанный В астрофизике Наступил Глубокий Кризис Я его Хорошо Помню Я уже Сидел На вашем Месте Вот В этой Аудитории На этой Скамье В середине Семидесятых И ходили Вокруг нас Астрономов Физики И говорили Нам Вы Астрономы Не знаете Как устроены Ваши Звезды Мы Зарегистрировали Нейтрино От солнца Но их Меньше Чем Дает Ваш Прогноз Ваш Теоретический Расчет Мы были очень сконфужены Мы искали Какие-то новые модели Солнца Мы придумывали Как бы там могла быть Вот Заварушка Какая-то Магнитная Или что-то еще И как бы солнце Могло внутри То включаться То отключаться И Ядро его Могло бы Крутиться В общем Придумывали Бог знает что Но при этом Тихо И так ненавязчиво Говорили физикам Слушайте А вы уверены Что нейтрино Это вообще-то Так устроено Как у вас В теории Написано Может быть Вы в нейтрино Не все понимаете Ну что вы говорили Физики Мы в нейтрино Все понимаем Это частицы Без массы С нулевой массой Покоя Значит летят они Со скоростью света Медленнее Не могут А значит У них Время не течет Вот они Родились В недрах Солнца И с их точки зрения Тут же Были зарегистрированы На земле Потому что Летят со скоростью света И ни во что Превратиться не могут Потому что Время у них Не течет Это безмассовые частицы Ну да Говорили мы И придумывали Новые модели Солнца Ничего не получалось А вот как устроено С точки зрения Физиков Вещество Вещество состоит Мы-то знаем Из протонов И нейтронов Но оказывается Протоны и нейтроны Сложные частицы Они из кварков Состоят А нейтрина Собственно Вот Три поколения Частиц Ну а это Связывающие Их Частицы Там глюоны Гамма-кванты Три поколения Частиц Которые физики Выделили в природе Они непонятно Зачем нужны Потому что Все вещество Вокруг нас Состоит только Вот из этого Протоны и нейтроны Состоят из Тяжелых частиц Скварков А при взаимных Превращениях Их Рождается Нейтрина И электрон Как видим Существует В принципе Три вида Нейтрина А не один вид Но при всех Термоядерных Реакциях Которые Происходят В звездах Происходят Взаимные Превращения Только в этих Частицах Рождаются Только Электроны Позитроны И соответствующие Им Электронные Нейтрина А про эти Вообще говоря Физики Никогда не думали Потому что Они Так сказать В теории Есть А на практике И быть то Не должно Но оказалось Что не все Так просто Приблизительно В 2000 Году Был сооружен Новый Нейтринный Детектор В Канаде В Садбери И он Обладал До сих пор Работает Обладает Тем удивительным Свойством Что он способен Регистрировать Не только Электронные Нейтрина На что были Способны Все прочие Предшественники Его Но все Три типа Электронная Мюонная И таунеетрина Тоже И вот Когда запустили Этот подземный Он тоже под землей Естественно Работает Все нейтринные Детекторы Либо под землей Либо под водой Работают В условиях Полной Изоляции Когда он Начал работать Он зарегистрировал Полный Поток нейтрина Электронных Мюонных И таунеетрина И оказалось Что в сумме Их прилетает От солнца Ровно столько Сколько По нашим Расчетам Должно Рождаться В недрах Солнца Электронных Нейтрина А это значит Что родившись Как электронные По пути к земле Они испытывают Превращение И часть из них Превращается В мюонные И в таунеетрина Которые до этого Регистрировать Никто Не умел Таким образом Астрономы Оказались Правы Наши модели Солнца Оказались Верны А физики У разбитого Корыта Некоторое время Пребывали Потому что Выяснилось Что нейтрина Не безмассовая Частица Что у нее Есть масса Покоя А значит Летает она Не со скоростью Света А всегда Чуть-чуть Медленнее А значит У нее Собственное Время Есть И есть Возможность Превращаться В другие Сорта Нейтрина И эти Превращения Осцилляции Как говорят Физики Происходят Это гениальная Установка Позволила нам Сказать Что в конце В начале 21-го В конце 20-го Века Мы твердо Установили Источник Энергии Звезд Мы хорошо Понимаем Себе Внутреннее Строение Звезд Понимаем Как там Происходят Термоядерные Реакции А физики Сейчас Переделывают Свою Теорию Элементарных Частиц Чтобы учесть Вот это Неожиданное Свойство Нейтрина Способность Превращаться Из одного Сорта В другое Давайте Посмотрим Как Звезд Насколько Важны Для Звезд Термоядерные Реакции Ну Массивные Звезды Естественно Горячие И там Термоядерные Реакции Происходят Но если Мы будем Брать Все Менее Менее Массивные Звезды В недрах У них Будет Все Холоднее И холоднее И наконец Мы понимаем Наступит Такая Маленькая Масса У звезды Когда Термоядерные Реакции В ее Недрах Происходить Не будут Эта масса Приблизительно Равна Одной Десятой Доле Массы Солнца Чуть Чуть Меньше Там Восьми Процентам От Массы Солнца И посмотрите Как Принципиально По-разному Выглядит Эволюция Двух Звезд Одна Из которых Чуть Выше Массу Имеет Чем Этот Предел А другая Чуть Ниже Сначала Обе Рождаются И нагреваются За счет Сжатия Гравитационного Любое облако Предшественник Звезды Сжимаясь Гравитационными Силами Разогревается Но очень быстро Мы рассчитали Примерно этот процесс На 30 миллионов лет Дает Тепла Любой звезде Очень быстро Начинает Остывать Если В ядре Звезды При этом Достигается Температура Необходимая Для термоядерных Реакций Хотя бы Для слияния Протонов Друг с другом Звезда Включает Этот источник Энергии И начинает Медленно Превращаться Водород В гелий Этого хватает На миллиарды Миллиарды лет И такая Маленькая Звездочка Очень экономно Расходуя Свой водород Будет жить Десятки Миллиардов лет Даже Больше 100 миллиардов лет Это почти Вечные звезды И казалось бы Чуть менее Массивная звезда Но у нее Не достигается Порог Необходимой Температуры Где-то 3-4 миллиона Градусов Не включаются Термоядерные Реакции И она Остывает И превращается В холодное тело Вот граница Которая Вроде Невелика По массе Шаг вправо Шаг влево Но она Отделяет Звезды От незвезд Оказалось Ну а что такое Незвезды Планеты Менее массивные тела Планеты В которых не происходит Термоядерные реакции И мы так Некоторое время и думали Что есть звезды Есть планеты Но выяснилось Что есть еще Некоторый Неширокий Класс Объектов Как бы звезды Но все-таки Не совсем Их Взгляд на них Сформировался В последние годы Их стали называть По-английски Браун дворф По-русски Некоторые говорят Коричневые карлики Некоторые говорят Бурые карлики Ну как хотите Переводите Ну Браун он и есть Браун А дворф Понятно Потому что Карлик Так вот Эволюция звезды Остывающей В какой-то момент Останавливается То есть Температура И светимость Перестает падать И звезда Выходит на длительную Стационарную фазу Эволюции Сжигая водород Планета Остывает 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 И всегда остывает А вот этот Промежуточный Класс объектов Которые С одной стороны Чуть массивнее планет С другой Чуть менее Массивны Чем звезды Он такой Промежуточный Вот если Посмотреть В какой-то момент Вроде бы Температура Начинает Стабилизироваться Это Коричневый Карлик Сжигает В своих Недрах Все-таки В термоядерных Реакциях Легко Горящие Изотопы Литий Берилий Но их Очень мало Знаете Вот Примерно Такая ситуация Тухнет И остывает Вот Примерно Такая ситуация У коричневых Карликов Они Нагреваются До такого состояния Там примерно 2 миллиона градусов Что легкие Изотопы Лития И берилия Участвуют В термоядерных Реакциях Моментально Загорают Как бумага В костре Не поджигают Водорода То есть Не поднимают Температуру Водород Не загорается И дальше Судьба Коричневого Карлика Это судьба Планеты Остывать Остывать Такие объекты Найдены Их довольно Много Оказалось Что вокруг нас Их много Просто они Недолго Светят Быстро Остывают И мы их Раньше Не замечали А они Есть В пространстве Только же Сколько звезд Но они Маленькие И холодненькие Хорошо Энергия Выделилась В самом центре Звезды А как Ей достигнуть Поверхности Мы знаем Несколько Способов Переноса Энергии Во-первых Это теплопроводность Вы берете Чайную ложечку Один ее Конец Чашку С горячей водой Опускаете А ручка Через некоторое Время нагревается Это молекулярная Теплопроводность В звездах Она почти Не имеет значения Очень медленный Процесс Второй Механизм Лучистая Перед Лучистый Перенос Тепла Вы стоите Рядом с печкой И на вас Идет жар Это поток Инфракрасных Лучей Которые От Нагретой Стенки Печки Летят В вашу сторону Кванты Света Ну не света Конечно Инфракрасные Кванты Но это Электромагнитное Излучение И третий Вариант Переноса тепла Вы видите Когда варите Кашу Снизу Ваша Кастрюлька Нагревается Печкой А наверху Булькает Жидкость Нагретая Внизу Расширяется Поднимается Наверх Наверху Она охлаждается Уходит вниз И вот так Циркулируя От донышка Кастрюльки К верхней Ее части Переносит Внутри себя Своими потоками Тепло То же самое Происходит В звездах Но разные Механизмы В разных частях Звезды Играют Ведущую роль Например Звезда Типа солнца Одна масса Солнца В недрах Очень высокая Плотность Излучения И там Кванты Пробираясь Сквозь плотную Плазму Несут Энергию К поверхности Звезды Но на некотором Расстоянии Уже плотность Излучения Маленькой Становится Кванты Дохленькими Становятся То есть Малоэнергичными Они уже Не в состоянии Вынести Все тепло И тут Начинается Просто бурление Кипение Потоки Вещества Начинают Всплывать И внутри себя Переносить Горячий газ Доносить его До поверхности Звезды В маленьких Звездах Только кипение Происходит Его называют Конвекцией Конвективный Перенос Тепла А в очень Массивных Звездах Кипение Внутри И излучение Снаружи Ну В детали Я вдаваться Не могу Поверьте Что это так Вот эти два Процесса Конкурируют Друг с другом Играют Определяющую роль Можем ли мы Это увидеть Можем Вот Солнце Посмотрим На него Пока мы Не видим Никаких Признаков Переноса Энергии Но Кстати Если Следующий На следующий День Сфотографируем Солнце Увидим Что оно Вращается Видите Темные пятнышки По поверхности Солнца Движутся По крайней мере Это мы заметим Даже в маленький Телескоп Но мы берем Большой телескоп Наводим На небольшой Участок Солнечной поверхности Видим пятно Останавливает Останавливает Движение плазмы Происходит Мы можем Сфотографировав Солнце В другом Диапазоне Излучения Заметить Более четко В ультрафиолете Это хорошо Видно И Вот Пятнистость Солнечного Диска Она указывает На постоянное Кипение На Солнце Конвективные Ячейки Мелкие Но у других Звезд Они могут быть Более крупными Более заметными Вот Примерно так Мы считаем Что так Должны выглядеть Звезды Красные Гиганты О которых Чуть позже Я вам расскажу Причину Их рождения А пока Посмотрите Какие крупные Конвективные Ячейки Могут быть На некоторых Звездах Занимать Значительную Часть Их Диаметра Сейчас Я попробую Вам показать Модель Которая Гидродинамическая Модель Трехмерная Которая Показывает Развитие Процесса Конвективного Кипения Звезды Давайте посмотрим Вот Оно пошло Правда Пальчик там Какой-то Не нужный Но посмотрите Как развивается Конвекция И она Выносит Потоки Кипящего Вещества На поверхность Звезды Страшное дело И они Иногда Эти ячейки Конвективные Занимают Большую площадь На звезде Она становится Такой Отчетливо Пятнистый Это мы Наблюдаем Эта модель Вот я вам Показывал Но Такую Пятнистость Звезд Мы наблюдаем И в телескоп Пришло Время Рассказать Ага Яркий Слайд И некоторые Стали Просыпаться Я смотрю Это хороший Метод Я буду Время от Времени Яркие Слайды Показывать И еще Чихать Микрофон Пришло Время Познакомиться С таким Понятием Которое Вообще Говоря Не Необходимо Вам Не астрономам Но в жизни Вы так или иначе Будете читая Книжки Близкие К астрономии Сталкиваться С ним Звездная Величина Даже В быту Мы иногда Говорим Звезда Первой Величины А это Звезда Второй Величины А это Вообще Третий Имея в виду Что чем меньше Номер Тем выше Статус Того О ком Мы говорим Так вот Что такое Звездные Величины Это понятие Астрономы Довольно Давно Ввели Еще в Библейские Времена Гепарх Придумал Разделить Все звезды На некоторые Классы По их Видимой Яркости А в 19 веке Этому Придали Формальное Значение И решили Что звезды Двух Соседних Звездных Величин Будут Различаться Примерно В два С половиной Раза По Видимой Яркости По потоку Света Которая От них Приходит Посчитали Это Удобно Казалось Быть Что-то Такое Странное Сугубо Астрономическая Вот такая Шкала Звездных Величин Да еще Основание У нее Какое-то Странное 2 512 Точнее Говорят Корень Пятой Степени Из 100 Но Легко Понять Что вообще Вот такой Логарифмический Характер Шкалы Он Очень Распространен Давайте Вспомним Мы Используем Степени Десятки В своей Жизни Мы часто Используем Экспоненту Степени Числа Е Мы Очень Часто Используем Понятие Децибел А основа Его является Бел Это тоже В акустике Обычно Используют Бел И децибел Это тоже Степени Десятки Астрономы Используют Понятие Звездной Величины Которая Опирается Не на 10 Не на Е 2 и 7 И так далее А на число 2 512 И так далее Очень близко К числу Е И вообще Логарифмических Шкал В нашей Жизни Очень много Например Когда нам Сообщают О землетрясениях То говорят Их мощность По логарифмической Шкале Рихтера Когда моряки Например Судят о силе ветра Используют Шкалу Баффорта Тоже Логарифмическую Ну и даже Вот такие Понятия Как музыкальные Понятия Октава У вас До Первой И до Второй Октавы По частоте Звука Различаются Ровно Вдвое То есть Это тоже Логарифмическая На Фортепиано Клавиши Это Логарифмическая Шкала Высоты Звуков И много Других Логарифмических Почему люди Так любят Логарифмические Шкалы А оказывается Под этим Есть очень Весомое Основание Все наши Органы Чувств А их у нас Я не знаю Сколько Говорят Пять Но по-моему Больше Можно Считать Еще и Семь И даже Восемь Все они Устроены Так Что Сигнал Приходящий В мозг То есть Наше Ощущение Чего-то Тяжести Запаха Вкуса Чего угодно Оно Является Логарифмом От степени Раздражения Это можно Так ощутить Возьмите Гирьку Весом В один Грамм Это вполне Ощутимая Тяжесть Можно на руке Ощутить Один Грамм Легко А потом Возьмите Гирю В килограмм Закройте Глаза И кто-то На нее Еще поставит Гирьку В один Грамм И вы Этого Не заметите Вот это Как раз Говорит о том Что у нас Преобразование Сигнала Происходит Пока он От органа Чувств До мозга Доходит Это так называемый Закон Психо Физиологический Закон Вебера Фехнера Происходит Логарифмическое Преобразование Если бы Если бы его Не было То у нас Очень узкий Диапазон Был Ощущений Например Глядя на Солнце Мы бы Ослепли А глядя На звезду Ее не Заметили Или Скажем Шум Паучок Какой-то У вас По уху Ползет Вы слышите Этот звук А подойдя К ревущей Турбине Лайнера Самолета Вы бы Оглохли Потому что В миллиарды Раз Более Мощный Звук Но какое-то Преобразование Происходит И мы Не глохнем От самолета И слышим Шаги Паука У собственного Уха Астрономы Пошли По тому же Пути И решили Что если Потоки Света От двух Звезд Различаются В разы То Звездные Величины Которые Мы им Приписываем Различаются На ступеньки И таким Образом Ввели Шкалу Звездных Величин Она Покрывает Весь Диапазон Доступных Нам Яркостей Небесных Объектов Довольно Небольшим Числом Ступеней Вот Вся Шкала Звездных Величин Нулевая Это Звезды Яркие И вниз Мы идем По все Более Слабым Слабым Тусклым Объектам То есть Это Обратная Зависимость Чем больше Звездная Величина Тем Слабее Блеск И самые С трудом Заметные Звезды Даже Для мощных Телескопов Имеют Примерно Тридцатую Звездную Величину С другой Стороны Поднимаясь В области Отрицательных Звездных Величин Мы достигаем Солнца Почти Ну собственно Около Минус Тридцатый Это и есть Солнце Более ярких Объектов На небе Мы не встретим Вот весь Диапазон 60 ступенек 60 звездных Величин Покрывает Нам Весь Диапазон Объектов Доступных Сегодня Для наблюдения На небе Довольно Удобная Вещь Хотя Может быть Можно было Другое Основание Например Число Е Выбрать Тут Астрономы Скорее Просчитались Придумали Своё Основание Ну Придумали Придумали Мы им Пользуемся Однако Мы не можем Сравнивать Звезды Если знаем Только их Видимые Звездные Величины Вот посмотрите Вот картинка Одна звезда Яркая Остальные Немножко Послабее А на самом деле Это очень Слабо Светящийся Объект Просто он близко К нам Находится Это Альфа Центавра А остальные Звезды Могут быть Гораздо Мощнее По своему Энерговыделению Но дальше Расположены Значит нам надо Что-то такое Придумать Чтобы можно было Сравнивать Звезды Друг с другом Вспомните Ковш Большой Медведицы Его звезды Некоторые Расположены Ближе к нам Некоторые Дальше И сравнивать Их По видимой Звездной Величине Нет Никакого Резона Потому что Еще и От расстояния Зависит Видимый Блеск Тогда Астрономы Ввели Такое Понятие Как Абсолютная Звездная Величина Это вот Что такое Если бы Мы все Звезды Расположили От себя На каком-то Фиксированном Расстоянии И за это Фиксированное Расстояние Выбрали 10 парсеков То тогда Их можно Было бы Сравнивать По мощности Их Излучения И вот Зная Видимую Яркость Звезды И расстояние До нее Мы всегда Можем Вычислить Какой бы Она была Насколько Ярко Она светила На небе Если бы Располагалась От нас На этом Стандартном Расстоянии В 10 парсек И такую Величину Такой Блеск Мы называем Абсолютной Звездной Величиной И тогда Уже Можно Их Сравнивать Когда Астрономы Измерили Расстояние До нескольких Тысяч Звезд В начале 20 века Выяснилось Что мы Можем Уже И об Эволюции Звезд Какие-то Суждения Принимать Вспомним Что мы Знаем О звездах Фактически Можем Только Две Величины О большинстве Звезд Указать Это Блеск А если Еще и Расстояние Известно То абсолютную Звездную Величину Абсолютную Мощность Излучения И Температуру Поверхности По спектру В прошлый раз Мы об этом Говорили Температуру Поверхности Мы определяем И вот Два параметра Для большинства Звезд Оказались В начале 20 века Измерены Мощность Излучения И температура Поверхности Тогда Два Астронома Один Американский Рассел А другой Западноевропейский Гершбрунг Нанесли Поскольку Всего Два Параметра На плоскость Их Для того Чтобы сопоставить Как зависит Мощность Излучения От температуры Поверхности Звезды Это спектральный Класс То есть Температура Поверхности А это Абсолютная Звездная Величина То есть Мощность Излучения И выяснилось Что звезды Не хаотически Разбросаны По этой Плоскости А заполняют Некую Диагональную Полосу В основном И какое-то Пространство Рядом с ней Вот это Основное Вместилище Звезд Назвали Главной Последовательностью Мейн Секвенс Главная Последовательность Она нам Достаточно Очевидна Чем выше Температура Звезды А рост Температуры Идет От М К О К Б Вот сюда Здесь Высокая Температура Здесь Низкая Тем выше Светимость Тела Ну Достаточно Очевидно Чем горячее Тем ярче Светится А вот Эти Отщепенцы Они вызвали Недоумение Есть звезды Холодные Но много света Излучающие А есть горячие Но мало света Излучающие Итак Главная Последовательность На первый взгляд Не требует Никаких Сверхъестественных Объяснений Чем звезда Горячее Тем она Естественно Больше Потому что Массивные Объекты Имеют более Высокую Температуру Сжимают Себя Сильнее И тем Она сильнее Светит Ну вот Примерно так Звезды Различаются По размеру Это наш Солнце Это самые Холодные Красненькие Звездочки Это горячие Голубые И белые Тут все В порядке И сегодня Уже На более Продвинутом Этапе Изучения Мы можем Представить Себе Главную Последовательность От Холодных Горячим От Тускло Светящихся К очень Мощно Излучающим Как Довольно Очевидную Вещь Чем Горячее Тем Ярче Светит Линии Нанесенные Здесь Пунктиром Это Линии Постоянного Размера Звезды Один радиус Солнца Сто Тысяча Одна десятая Одна сотая Солнышко у нас Типичная звезда Главной Последовательности Со своим радиусом В один радиус Солнца Звезды более Горячие Чуть покрупнее Звезды менее Горячие Чуть помельче Ненамного Однако Вот эта группа Странная Мы их назвали Ну не мы Астрономы Прошло Красными Гигантами Достаточно Очевидно Они Красные То есть Холодные Но раз Мощность их Излучения Больше Чем у этих Красных Звезд При той же Температуре Поверхности Значит Поверхность Больше Причем Намного Больше А значит Размер Больше То есть Они холодные Но очень Большого Размера А вот эти Горячие Но излучают Мало Значит Они маленькие По размеру Естественно Назвать их Белыми Карликами Итак Основные Группы Звезд На этой Замечательной Диаграмме Которая С тех пор Так и Называется Диаграмма Гершпрунга Рассела И это Основное Поле На котором Астрономы Изучают Эволюцию Звезд Главная Последовательность 90% Всех Наблюдаемых Звезд Здесь Красные Гиганты А еще Более Крупные Сверх Гиганты И белые Карлики Нам как-то Надо Объяснить Это Дело Почему Звезды Вот так Свои Свойства Распределяют Есть Конечно И более Тонкая Номенклатура Я показываю Просто Чтобы вы Понимали Астрономы Всегда Любая Наука Делит Крупные Группы На более мелкие Среди гигантов Есть Субгиганты Супергиганты Яркие Сверхгиганты Гипергиганты И белые Карлики На группы Делят Для вас Скорее Посмотреть И забыть Белые Карлики Тоже вызвали Недоумение Если красные Гиганты Еще Можно себе Представить Ну раздулась Звезда По какой-то Причине Мы поймем Почему А белый Карлик Что это такое Это звезда Но размером Как выясняется Всего лишь С планету Вот ближайшие К нам Белые Карлики Если их Поместить Рядом С землей Они бы Оказались Чуть меньше Нашего земного Шара При этом Масса у них Такие же Как у нормальных Звезд А значит Плотность Вещества Фантастическая Если средняя Плотность Земли 5 грамм На кубический Сантиметр Это мы можем Как-то ощутить Это что-то Привычное Нам То плотность Белого Карлика Тысячи тонн В кубическом Сантиметре Вы бы Наперсток Этого вещества Не подняли Ни руками Ни даже Подъемным Краном Вот Такое Удивительное Такое Удивительное Вещество Ну давайте Проследим Сначала Эволюцию Солнца А потом Посмотрим Как образуются Красные Гиганты И белые Карлики На сегодня Эволюция Солнца Представляется Вполне Понятной От момента Его рождения Когда Из облака Сформировалась Звезда Гравитация Уплотнила Облако Нагрела его В центре И начались Термоядерные Реакции До сегодняшнего дня Солнце Внешне Почти не изменилось Ну чуть-чуть А внутри Конечно Изменилось Заметно Водород В ядре Солнца Превратился В гелий Но внешне Это не вызвало Серьезных Изменений У Солнца Однако Время Будет идти Дальше Еще 4 миллиарда Лет Оно будет Почти Таким же Как сегодня Но постепенно Начнутся Превращения Водород Внутри В ядре Закончится Ядро Начнет Сжиматься Не имея Других Источников Энергии Нагреваться Оболочка Вынуждена Будет Пропускать Сквозь себя Все больше И больше Поток Света А как Если Она Почти Не прозрачна Я вам Напомню Далекий Эпизод Вашего Детства Наверное Все Надували Воздушные Шарики Вспомните Когда Шарик У вас В руках Еще Не надут Он Совершенно Не прозрачный Синий Или красный Или желтый Но это Такой Кусок Плотной Резины Вы Начинаете Надувать И чем Больше Становится Размер Шарика Тем прозрачнее Он Становится Наконец Надутый До предела Когда Вот Вот Он Должен Лопнуть Он Уже Почти Прозрачен Масса Его Вещества Распределяется На Все Большую Большую Площадь А значит Толщина Уменьшается И прозрачность Увеличивается То же Самое Вынуждена Делать Звезда Когда В недрах У нее Сжимается Ядро Начинает Сильнее И сильнее Нагревать Оболочку И оболочка Чтобы пропустить Сквозь себя Повышенный Поток Тепла Вынуждена Расширяться Чтобы стать Более прозрачной В этом На этом этапе Звезда Называется Красным Гигантом Вот мы и поняли Как красные Гиганты Образуются Это Продвинутый Почти Конечный Этап Эволюции Звезд Похожих На Солнце Они Вынуждены Расширяться Чтобы Становиться Прозрачнее И пропускать Сквозь себя Избыток Тепла Наконец Оболочка Может Настолько Расшириться Что потеряет Связь С ядром А просто Окажется Выброшенной Потоки Тепла Столкнут Ее С поверхности Звезды И она Начнет Убегать В космическое Пространство Обнажив При этом Центральную Часть Ядро И ядро Уже Будет Заканчивать Свою жизнь Постепенно Охлаждаясь Потому что Там нечему Больше Гореть Вот так Сегодня Мы представляем Жизнь Солнца На диаграмме Гершпунга Рассела От рождения До смерти Сначала Это холодный Кусок газа Он за пределами Этой температурной Шкалы Совсем Холодный Гравитация Его сжимает Он нагревается 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 В недрах И наконец Достигнув Определенной Температуры И светимости Становится Надолго Становится Стационарным Источником Тепла Загорелся Термоядерный Процесс И он постепенно Сжигает Водород Длительное Время Звезда Сидит В этом месте Диаграммы А более Массивная Звезда Здесь А менее Массивная Здесь Именно По этой Причине Главная Последовательность Населена Звездами Что это Длительный Этап Их Жизни Но в конце концов В недрах Все сгорает И звезда Ядро ее сжимается Оболочка Расширяется Охлаждается И она переходит В область Холодных Но Ярко Мощно Излучающих Звезд Красные Гиганты А затем Сбрасывая Оболочку Ее ядро Охлаждается И становится Маленьким Компактным Объектом Белым Карликом Вот собственно Так Происходит Эволюция Конечно У звезд Вот показываю Я вам Более Детальную Диаграмму Маломассивные Звезды Как наше Солнце Один Эволюционный Путь Имеют Более Массивный Другой Ну в принципе Такой же Еще более Массивный Третий Но это уже Детали Которые Астрофизикам Интересны Можете Кому Английский Язык Больше Устраивает Посмотреть На эту Диаграмму А в целом Мы понимаем Этот процесс Сегодня Достаточно Точно У него Бывают Очень Интересные Эпизоды В этом Процессе Например На диаграмме Гершмонга Рассела Можно Выделить Область Пересекая Которую В своем Эволюционном Движении Звезда Становится Неустойчивой В недрах У нее Возникают Условия Для Раскачки Поверхности Звезды Ну Грубо говоря Каждый У кого Есть Я думаю У кого-то Есть Автомобиль С дизельным Двигателем Есть Нет Ну Трактор Увидите У него Дизельный Двигатель Так вот Дизельный Двигатель Это Самоподдерживающаяся Колебательная Система Он не требует Зажигания С помощью Свечи Оттолкнув Его Один раз Стартером Вы заставляете За счет Энергии Сгорающего Дизельного Топлива Колебаться Поршень В этом Самом Агрегате То же самое Возможно В звезде Вот сейчас Я вам показываю Фотографию Звездного Скопления И вы можете Обратить внимание Что некоторые Звезды Мерцают Мигают Это регулярным Образом Происходит Колебание Их Поверхности И меняется Их Яркость Такие звезды Называют Переменными Звездами И вот Если проследить За одной Звездой Мы бы увидели Что она Сжимаясь Нагревается Расширяясь Немножко Охлаждается Следующий этап Опять же Кстати То же самое В дизельном Двигателе Поршень Сжимает Пары Бензина Бензин Нагревается Взрывается Толкает Поршень И так далее Похоже На вот такую Автоколебательную Систему Но все-таки Звезда Это не дизельный Двигатель Надо было Как-то Физические причины Этого процесса Найти Их нашел Наш Отечественный Тогда советский Физик Жил он В Нижнем Новгороде Тогда это был Город Горький Сергей Живакин И он объяснил Вот такие регулярные Колебания Блеска Некоторых звезд Эти звезды Астрономы Называют Цефеидами По имени Первой открытой Такой звезды Дельта В созвездии Цефея У них регулярно Повышается яркость Потом медленно Понижается Опять повышается Понижается И вот волна За волной Звезда Колеблется Сергей Живакин Объяснил Этот процесс Он Нашел физику Его Там слой Внутри Звезды То ионизуется То в нейтральное Состояние Переходит Такой частично Ионизованный Слой Гелия И он работает Как преграда Для выходящих Оттуда Квантов Света Которые То задерживаются В нем То вылетают То задерживаются То вылетают Такая Автоколебательная Система В этот режим Звезда Входит на Определенном Этапе Своей эволюции Потом пройдя Его Становится Стабильной Звездой В начале 20 века Еще не зная О физике Этого процесса Американский Астроном Генриэта Левит Заметила Удивительную Особенность Звезд Цефеид Изучая Их В соседней Галактике Она выяснила Что чем больше Период Колебания Период Понятно Что такое Это От минимума До минимума Или от максимума До максимума Так вот Чем больше Период Колебания Тем ярче Светит Сама такая Звезда То есть Крупные Цефеиды Ярко светящиеся Они имеют Большой Период Колебания А небольшие Слабо Светящиеся Имеют Маленький Период Оказалось Что это Прекрасный Метод Для измерения Расстояний До галактик Мы наблюдаем Далекую Галактику Выделяем Вот скажем Вот так Замечаем Звездочку Колеблющуюся В своем Блеске Понимаем Что это Цефеида И измеряем Период Ее колебаний И затем Используя Зависимость Найденную Генриэта Левит По периоду Определяем Мощность Излучения Звезды А по Видимому Блеску Определяем Расстояние Таким образом Цефеиды Стали Как бы Маяками Вселенной И есть Такое Прозвище В популярной Литературе Цефеиды Маяки Вселенной То есть Это реперы Которые Позволяют Определять Расстояние До далеких Галактик Удивительно Что в начале 20 века Кстати Генриэта Левит Была Глухая От рождения И очень Усидчивый Астроном Она Определила Эту Зависимость А сегодня С помощью Космических Телескопов Проверили Оказалось Точно Такая Же Никаких Ошибок Эта Замечательная Дама 100 лет Назад Не допустила Итак Звезда Пройдя Свои Последние Этапы Жизни Начинает Стремительно Сбрасывать Оболочку И этот Этап Довольно Легко Наблюдать Поскольку Оболочка Расширяется Мы это Можем Видеть В телескоп Вот как Выглядит Звезда Типа Солнце В предсмертном Состоянии Когда Ядро Уже Оголилось А оболочка С не очень Большой Скоростью Километров 10 в секунду Медленно Расширяется И теряет Связь Со звездой Такие Объекты Обнаружили Еще лет 300 тому Назад Еще Несовершенные Телескопы И Выглядели Они Просто Как диски Туманные На небе Их Иногда Принимали За планеты За диски Планеты Дали им Прозвище Планетарные Туманности Но Сегодня Мы понимаем Что к планетам Они не имеют Отношения Однако Термин Сохранился Мы их По-прежнему Называем Планетарными Туманностями Хотя Конечно Это Этап Эволюции Звезды Вот Такой Вид Планетарной Туманности Он Естественный Звезда Шар И Сброшенная Ей Оболочка Тоже Шар Но Мы Видим И другие Планетарные Туманности Например Вот Такие Зеркально Симметричные Тут Уже Не Совсем Понятно Как Шарообразная Звезда Может Сбросить В двух Направлениях Поток Более Мощный Чем В других Направлениях Или Вот Такие Планетарные Туманности С Довольно Тонкой Структурой Потоков Внутри Оболочки Да еще Какие-то Завитушки Внутри Или Вот Такие Но Это Уже Совсем Ни В Какие Ворота Не Лезет Объяснить Это Невозможно Пока Даже Никто И не Брался Объяснить Такую Тонкую Чрезвучайно Сложную Структуру Планетарной Туманности Тут Несколько Вещей Заметно Во-первых Видите Оболочка Сбрасывалась Такими Толчками Видно Что Звезда Не Просто Медленно Теряла Ее А Какие-то Колебания Происходили Когда Она Толчок За Толчком Сбрасывалась С себя Оболочку Затем Мы Видим Два Тонких Потока Мощных Потока Газа В двух Диаметрально Противоположных Направлениях И Здесь Лучевая Структура Непонятно Как Возникла А тут Уж Вообще Какофония Света И Все Это Произвела На Свет Одна Умирающая Звезда Вот Объяснить Физику Этого Дела Пока В деталях Не удается Наконец Ну Что Наконец Наконец Газ Потерян А Ядро Превращается В маленькую Компактную Звезду Казалось Бы На этом Эволюция Звезды Закончена Ядро Лишенное Источников Энергии Должно Остыть Оно Остывает Как Правило Остывает Но Бывают Этапы Реинкарнации Когда Ядро Казалось Бы Умершей Звезды Начинает Новую Жизнь Как Правило Это Случается В той Ситуации Когда Звезда Двойная Мы С вами Говорили О Двойных Звездах В паре Звезды Могут Обращаться Вокруг Центра Масс И Скажем Одна из них Ранее Другой Проэволюционировав Стала Белым Карликом Но Пришла Пора И второй Звезде Подойти К концу Своей Эволюции Она Начинает Тоже Расширяться Превращаться В красного Гиганта И Расширившись Достаточно Сильно Часть Своей Атмосферы Начинает Отдавать Соседке Притяжение Этой Звезды Уже Так Велико Что Газ Начинает Перетекать На соседний Белый Карлик И вот тут Происходят Любопытные Вещи На белом Карлике Высокая Температура Поверхности Мощная Гравитация Но нет Вещества Которое Можно было бы Сжигать В термоядерных Реакциях Он все Уже Сжег До этого Однако Тут С поверхности Соседки Начинает Падать И постепенно Приближаться К нему Богатое Водородом Свежее Несгоревшее Вещество Накопившись На поверхности Белого Карлика Оно Может взорваться Как взрывается Термоядерная Бомба Потому что Условия для горения Там есть А вещества Нужного Для этого Не было И вот оно Пришло На белый Карлик Нападало И происходит Взрыв Мы это Называем Раньше Конечно Не знали Что это такое Астрономы Средневековья Видели Что на небе Вспыхивает Звезда Говорили Новое С тех пор Этот латинский Термин Закрепился Ново Но Конечно Теперь мы Суть понимаем Это эпизод В жизни Вот такой Двойной Системы Обычная Звезда И белый Карлик Который Накопил Достаточно Вещества И бабах Сжег его В термоядерном Взрыве Вот такой Взрыв Произошел В 1901 Году В созвездии Персея А сегодня Мы видим Разлетающееся Вещество Там двойная Система Белый карлик И нормальная Звезда И белый карлик Как термоядерная Бомба Взорвался Но конечно Не разрушился Реакция Произошла На поверхности И вот мы Видим Выброшенное Вещество А дальше Процесс Будет повторяться Дальше Новые порции Вещества Нападают На белый Карлик И опять Будет взрыв Говорят Рекуррентный Процесс Время от времени Повторяющийся И мы видели Уже Новые звезды Которые Через несколько Десятков лет Опять взрываются И опять взрываются И так Тысячи взрывов Могут пройти В истории Такой двойной системы Пока все Вещество Туда Не упадет При этом Масса белого карлика Потихонечку Растет А вот это Может привести Уже совсем К другому Гораздо более Интересному Процессу Дело в том Что белые карлики Не могут быть Сколь угодно Массивными Вот на этой диаграмме Показано Как зависит От массы тела Его размер Если это тело Холодное То есть без источников Тепла внутри На малых массах Это планеты И вот мы достигаем Планет Наибольшего размера Типа Сатурна И Юпитера А что Если мы будем Добавлять на них Вещество Они не будут становиться Все больше Оказывается нет Еще можно Ну Примерно В полтора раза Повысить размер планеты По сравнению С нашим Юпитером Но если мы будем Еще и дальше Добавлять на него Сверху вещество Он начнет сжиматься И вот в этой области У нас уже Масса типа звездных И оказывается Белые карлики Они размером с Землю Отнюдь не с планеты Гиганты А если мы будем Продолжать на белый карлик Кидать сверху вещество Сила тяжести Начнет сжимать Белый карлик И он будет становиться Все меньше и меньше Тот, кто первым Понял это Физику этого явления Был Ну В то время Индийский А потом он стал Ненадолго Английским А потом Надолго Американским Астрофизиком Субрамаян Чандрасикар Нобелевский лауреат Очень известный Один из Может быть Пяти известнейших Астрофизиков 20 века И он Впервые В возрасте По-моему 24 лет Если не ошибаюсь Рассчитал процесс Сжатия белого карлика При увеличении его массы Доказал, что белые карлики Не могут быть Сколь угодно Массивными Есть предел Ниже которого Он Обрушивается Сжимается До Как тогда Казалось До нуля Ну Может быть Например Такое Резкое Увеличение Массы Белого карлика До этого Мы говорили О медленном Накоплении Газа Падающего С соседней звезды А может быть Двойная система Из белых карликов Они обращаются Вокруг общего центра Масс Теряют энергию Градиационные волны Уносят энергию Они сближаются Сближаются И наконец Сливаются В единый конгломерат Два белых карликов Один И тогда Масса Результирующая Вдвое Возрастает И такой объект Уже Не в состоянии Своей тяжести Выдержать Он резко Обрушивается Вниз Сжимается При этом Очень сильно Нагревается И может Термоядерный Взрыв Произойти Второй вариант Эволюции Плотного тела Это если Оно находится Еще в недрах Звезды Пока мы говорили О звездах Небольших Типа солнца А вообще говоря Звезды в 10 В 20 Раз более Массивные Чем солнце В них Процесс термоядерного Синтеза Продвигается Дальше Он не заканчивается На гелии Я уже показывал Вам это А гелий Начинает превращаться В кислород Внутри При большой Температуре Кислород В неон Например И так далее И вплоть до Железа Получается Железное ядро А над ним Как луковица Слоями Все более Легкие элементы Железо Уже не может Ни во что Превратиться И когда Звезда Вырастает Внутри Звезды Выращивает Внутри себя Железное ядро Достаточно массивное По сути Это тоже Белый карлик Состоящий Только из железа Он в какой-то Момент Не выдерживает Собственного Веса И резко Сжимается И какова судьба Такого Коллапсирующего Сжимающегося Белого карлика Вот это Еще раз Я вам показываю Недра Крупной звезды Сверхгиганта Где ядро Состоит из Более и более Тяжелых элементов Вплоть до Железа Оказалось Что при сжатии Может Родиться Объект Еще более Плотный Чем Белый карлик Нейтронная Звезда Вот Нормальные звезды Разных масс И Их Эволюционные Пути Маленькая звезда Становится Планетарной Туманностью Ядрышко В белый карлик Превращается Но если мы Накидаем на нее Много вещества Она резко Сожмется В результате взрыва Ядро станет Еще Взрыв Сбросит Оболочку А ядро Уплотнится Либо В недрах Массивной Звезды Нарастает Большое Ядро И Оно Резко Сжимается Выделяется Энергия Сбрасывается Оболочка Ядро Уплотняется Нейтронная Звезда И черная Дыра Только Эти два Тела Осталось Нам Обсудить На это У нас Еще минут 5-6 Уйдет Как раз До половины Седьмого Будем работать Что же Такое Нейтронные Звезды И черные Дыры И как Они Рождаются Рождаются Они При колоссальном Взрыве При резком Сжатии Ядра И Сбросе Оболочки Вот перед вами Две фотографии Одной и той же Соседней С нами Галактики Я думаю Вы не видите Разницы Между ними Но может быть Кто-то Все-таки Заметил Разницу Заметили А в чем Она состоит Вот тут Новая Звезда Появилась Трудно Заметить Но глаз Астронома Это сразу Видит Ее Не было Здесь И она Появилась Здесь Через Пару Месяцев Она Исчезла Вы Представьте Появилась Звезда Которая По общему Потоку Света Соперничает Со 100 Миллиардами Звезд Этой Галактики Вспышка Колоссальная Это Взрыв Сверх Новой Звезды Кстати В этой Галактике Недавно Еще один Взрыв Произошел Вот то что я вам показывал Спустя несколько лет Это пятый год А в одиннадцатом в другом месте появилась новая звезда Яркая Это взрывы сверхновых звезд По мощности излучения Они на много-много порядков превосходят Те новые звезды Которые Как мы выяснили Связаны Со взрывами На белых карликах Что это такое Оказалось Что это Полное разрушение Звезды Происходит Ее блеск За буквально Несколько часов Подскакивает В миллионы раз А потом В течение Нескольких месяцев Постепенно Ослабевает Вот Было Светило И стало А потом Снова ослабило Что же при этом Возникает Через несколько Сотен лет После взрыва Мы видим Разлетающиеся Остатки И нечто В середине То, что вы видите Сейчас на фотографии Это результат взрыва Который произошел Почти ровно Тысячу лет назад В нашей галактике В созвездии Тельца Тогда Китайские астрономы В 1054 году Нашей эры Наблюдали яркую вспышку Настолько яркую Что даже на дневном Голубом небе Эта звезда была видна Затем она померкла А сегодня Мы на этом месте Видим остатки Ее разлетающиеся С огромной скоростью Примерно 10 тысяч километров В секунду И вот тут В серединочке То, что Ядрышко Этой звезды Неразрушившееся ядро Это Нейтронная звезда Что такое Нейтронная звезда Это вещество По массе Равное Нескольким Солнцем Нашим Сжатое До размеров Садового кольца Московского Размер Примерно Радиус 15 километров Фантастическая плотность Ну, можете Видеть, какие плотности На разных Глубинах Здесь Порядка 10,14 10,15 Грамм В кубическом Сантиметре Ну, такое Невозможно себе Представить Это не атомы Это нейтроны И некоторое количество Протонов Но в основном Нейтроны Лежащие Вот Один к другому Прижатые То есть Это ядра Атомов Без электронных Оболочек Сжатые До До невозможности До уже Самой Высокой плотности Какая может быть В природе Нейтронные звезды Обнаружены Их обнаружила Вот эта Аспирантка Почти ваша ровесница В 1967 Году Она работала В Кембридже В лаборатории Радиоастрономической И обрабатывая Длинные Нудные записи Такие На бумаге Самописцем Перышком Записанные Обнаружила Что от некоторых Направлений На небе Приходят Четкие Регулярные Сигналы Пи-пи-пи-пи-пи Поначалу Решили Что это Сигналы Внеземной Цивилизации И засекретили Быстренько Работу Четыре месяца Разбирались С этим И поняли Что это Не цивилизация Уж очень Однообразный Сигнал Приходит Без всякой Информации А что это Природный Источник Но чрезвычайно Регулярный Импульсный Природоизлучение И довольно Быстро Теоретики Доказали Что это Нейтронные Звезды Вращающиеся Быстро Вращающиеся Вокруг Своей Оси И имеющие Два Как бы Радиопрожектора И вот Когда один Из них По нам Чиркает Сейчас В нашу Сторону Опс То Получается Радиовспышка Почему Нейтронные Звезды Быстро Вращаются А вы Представьте себе Я сегодня Вам показывал Вращение Солнца Помните Пятно Туда-сюда Ходило Наше Солнце Делает Один Оборот Вокруг Своей Оси За Месяц А теперь Представьте себе Солнце Сжатое До размеров Садового Кольца Когда Фигуристка Вращается На льду И прижимает Руки К телу Она начинает Вращаться Быстрее Если Солнце В миллионы Раз Сжать Оно В миллионы Раз Быстрее Начнет Крутиться Так Вот Ядро звезды Сжатое До размеров Нейтронной Звезды Начинает С бешеной Скоростью Вращаться И именно Это вращение Служит Источником Энергии Для радиоизлучения И для формирования Этих Прожекторов Но постепенно Конечно Оно Замедляется Раз Энергия Уходит В виде Радиоизлучения То вращение Нейтронной Звезды Становится Все медленнее Медленнее Мы это видим Кстати Это замедление И казалось бы Не казалось бы А большинство Нейтронных Звезд При этом Умирают Перестают Вращаться И мы Перестаем Наблюдать Но не все Как всегда Двойственность Вызывает Реинкарнацию Как бы Как бы Этот Пальчик Оттуда Убрать Ну ладно Пусть Себя Вот Двойная Система И вот Здесь Была Нейтронная Звезда На которую Соседка Стала Ронять Вещество И посмотрите Что происходит Этот газ Быстро Вращается Падает На поверхность Нейтронной Звезды И начинает Раскручивать Ее И Некогда Медленно Вращающаяся Нейтронная Звезда Начинает Набирать Скорость За счет Этого Вещества Которое На ее Поверхность Падает С большой Орбитальной Скоростью И Вновь Становится Молодой И Активной Ну как Не молодой А омоложенной И активной И чем Быстрее Она вращается Тем мощнее Излучает Короче Период Колебаний Иногда До тысячи Оборотов В секунду Вдумайтесь Тысячу Оборотов В секунду Делает Нейтронная Звезда Это Объект У которого Масса Там Две Три Массы Нашего Солнца Размер Примерно Нашего Города Вращается С частотой Тысячи Оборотов В секунду Фантастически Итак Заключение Маломассивные Звезды Это коричневые Карлики Они вообще Не звезды Неудачники Чуть Чуть более Массивные Становятся Похожими На наше Солнце А в конце Белыми Карликами Значительно Более Массивные С массой Несколько Масс Солнца В конце Жизни Дают Нейтронные Звезды В остатке А еще Более Массивные И вот тут Мы сталкиваемся С черными Дырами Вообще Стоит ли Рассказывать О черных Дырах Я уверен Что вы Все о них Знаете Это такой Популярный Популярный Объект Идея О черных Дырах Родилась В 1916 Году Удивительный Человек Сообразил Что они Должны Быть Немецкий Астроном Карл Шварцшильд В этом Году В 16 Году Эйнштейн Создал Свою Теорию Относительности Она Такая Сложная Что Даже Студенты Фисфака Сегодня Не очень Владеют Аппаратом Общей Теории Относительности А тогда В год Ее создания Этим Аппаратом Не владел Еще никто Там Тензорные Вычисления Дай бог Какие Карл Шварцшильд Овладел Им за Несколько Месяцев А еще Через Несколько Месяцев Он погиб В окопах Первой Мировой Войны И вот В этот Короткий Промежуток Буквально Несколько Недель Когда он Понимал Что такое Общая Теория Относительности Мог Делать Расчеты Он Доказал Что возможно Такое Плотное Тело Вокруг Которого Свойства Пространства И времени Совершенно Не похожи На то К чему Мы привыкли Если Совсем Просто Объяснить То Кванты Света Которые Обычно По прямой Ну вот Указка По прямой Линии Распространяются В окрестности Такого Плотного Объекта Будут Летать По кругу Как спутник С первой Космической Скоростью Если Мы там Луч Света Пустим Он Обогнет Это тело И придет В точку Старта Это называется Фотонная Сфера Фотоны Летают По кругу А еще Ближе А еще Ближе Скорость Для того Чтобы Частица Могла Там Двигаться Нужна Не первая А вторая Космическая И даже Кванцвета Испущенный С такого Расстояния От Вот этого Плотного Тела Не сможет Вырваться И уйти От него Достаточно Далеко Ну действительно Кинетическая Энергия Тела Движущегося Со скоростью Света С Равна МС Квадрат Пополам Приравняем Ее Гравитационной Энергии Которая На этом Расстоянии От тела Имеется Мы сегодня Эту Формулу С вами Уже Обсуждали И тогда Получим На скорости Света Квант Подпрыгнет Но Вернется Обратно И мы Не увидим Это тело Вот Размер Того Что называется Черной Дырой Скажем Если бы Здесь была Масса Земли То это Расстояние Было бы Около Одного Сантиметра Сожмите Наш земной Шар До размера В один Сантиметр Вы получите Черную Дыру Ну вряд ли Кто-то Это сможет Сделать Земной Шар До размера В один Сантиметр Сжать Но Возьмите Звезду Например Солнце Его Подставьте Сюда Массу Солнца Надо Сжать До радиусов Три Километра И тогда Вы получите Черную Дыру Три Километра А нейтронные Звезды Имеют Размер Несколько Километров То есть От нейтронной Звезды До черной Дыры Один Шаг Чуть-чуть Еще Сожмите Нейтронную Звезду И она Станет Черной Дырой Этот шаг По-видимому В природе Довольно Часто Происходит Ну Свойства Черных Дыр Удивительные Например Падая К черной Дыре На ракете Вы довольно Быстро Уткнетесь В нее И для вас Все Закончится А если Кто-то Будет Наблюдать За этим Процессом Со стороны Значит Вы упадете В черную Дыру И привет А для того Кто наблюдает Со стороны Этот процесс Растянется На бесконечно Долгое Время Он будет Видеть Как вы Приближаетесь К черной Дыре Приближаетесь Приближаетесь Все медленнее Медленнее И никогда Ее не достигнете Так Меняются Свойства Времени И пространства Вблизи Черной Дыры Мы 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 Сегодня Наблюдаем Черные Дыры Таким же Образом Как Белые Карлики И нейтронные Звезды Которые Тоже Очень Трудно Заметить Если Рядом С ними Есть Нормальная Звезда Тогда С нее Вещество Падает На черную Дыру И яркий Диск Указывает Нам на Присутствие Тут Массивного Тела Многое Понятно Но не Все Например Непонятно Почему Из Центральных Областей Этих Дисков Очень Часто В двух Диаметральных Направлениях Работают Выбрасываются Мощные Джеты Иногда Почти Со скоростью Света Струи Газа Вот Как они Формируются Мы Не можем Понять Я уже Не раз Об этом Говорил Там Вероятно Не только Гравитация Работает Но и Магнитное Поле Создающее Нечто Похожее На Сопло Реактивного Двигателя Или Такой Шнек Который Вот Как в Мясорубке Подает Мясо Пользовались Мясорубками Там Такой Винт Архимеда Есть Похоже Что Из Магнитного Поля Тоже Формируется Некий Архимедов Винт Который Вращаясь Разгоняет Газ Противоположный Но Это Пока Гипотеза Вот Это То Над Чем Сейчас Астрофизики Работают Я Уже Должен Заканчивать Свой Рассказ В конце Покажу Вам Тем Кого Вообще Эта Тема Интересует Две Хороших Книжки Они Написаны Несколько Десятилетий Назад Самуил Ароныч Каплан Наш Астрофизик Прекрасная Очень Простая И Физически Очень Понятная Книга Физика Звезд И Английский Астрофизик Тейлер Тоже Строение Эволюция Звезд Если Хотите Почувствовать Физику Звезд Найдите В библиотеках Эти книги Я думаю Они Оцифрованные В сети Лежат Ну а Современная Книга Ее написал Небольшой Коллектив Авторов Со мной Во главе И мы Ее Недавно Опубликовали Там Конечно Современные Вещи Продвинутые То Что Можно Уже То Над чем Можно Работать